Всем привет! Сегодня у нас с вами новости Турции. Я напомню, что это рубрика о том, как себя чувствуют здесь турки, что происходит внутри страны, какие-либо политические, экономические, социальные моменты, и как на них реагируют люди, на самом деле, что они думают по этому поводу. То есть это новости о том, как на самом деле живет Турция, люди, народ Турции, обычные простые жители. Давайте приступим. Итак, туристы к нам первые, конечно же, поехали, и их не так уж много, как вы могли подумать. Буквально неделю назад в Анталии наблюдала такую картину, что в отелях туристов очень мало заселения на 30-40%, оно и неудивительно как бы, да, не у всех есть деньги поехать, не у всех есть обстоятельства, позволяющие поехать и так далее. Но, если ты идешь по улице, то очень много русскоязычных, русскоговорящих людей, очень много приехало эмигрантов, которые остались, сняли, либо купили жилье, в основном снимают, получили кометы, туристический вид на жительство. То есть, так как это не туристы, ничего не покупают в каких-то туристических магазинах и лавках, поэтому остаются они без выручки, всяких экскурсий и туров тоже не очень много приобретается. В общем, именно как бизнес, туризм, конечно же, не самые лучшие, опять, времена, не самый лучший сезон в Турции переживает. Мне там писали комментарии, я, во-первых, я вам хочу просто посоветовать, пожалуйста, загуляйте ВВП Турции, с чего живет Турция, с чего ее доходы, и туризм там не то, что не на первом месте, это очень маленький процент ВВП всей страны, и Турция с туризма не живет. Да, это определенный процент в экономике, но не самый важный, не самый большой, не самый главный, поэтому, поверьте, без туризма Турция совсем не загнется, как некоторые пишут в комментариях под видео. Я думаю, что не от любви большой, а злорастом каким-то все тебе в Турции загнется, как страна, и все в таком роде. Не переживайте, выживут. По поводу доллара, курса и валют. Да, у нас доллар опять поднялся. На данный момент 16,4 примерно, это курс доллара. Евро 17 с лишним лир стоит. А если мы берем соотношение рубля, то лира сейчас где-то в районе 4 рублей лир. Я такого низкого курса вообще никогда не припомню, сколько бы лет я здесь не жила. Естественно, все недовольны. Опять у нас повышение продуктов питания, цен. Ну, чтобы вы понимали. Я даже назову марку, да, если кто-то здесь живет, чтобы вы понимали, что я не обманываю, да, и почувствовали, может, кто-то со мной на одной волне, что то же самое чувствуете. Например, я приобретаю молоко долгого хранения, вроде бы фирма Пынар, Денге Сют Лактосус, безлактозная, фирма, марка как бы Денге, а производитель Пынар фирма. Это молоко когда-то там 7-8 лир стоило. Когда начался курс падения лиры рост доллара, ну, короче, зафиксировалось это в районе 14-15 лир это молоко. Буквально скакануло опять на 1 лиру доллар. Через 2 или 3 дня я пришла в магазин, это молоко стоит 20,5 лир, 20,5. 5 лир просто за 2-3 дня. Буквально еще 2 дня назад и 3 я его покупала по 15 лир, и сейчас оно стоит 20. Ну, как бы вот оно. И это все абсолютно всех продуктов. Вот такая здесь инфляция. Но одно могу сказать, да, это ужасно тяжело и все прочее, но хотя бы об этом, блин, открыто говорят. Ее не пытаются размазать инфляцию. Это открытая информация. В общем-то, все как бы не дураки. Математику тоже, знаете, ее считают. Прекрасно видят только, сколько ты денег тратил на еду вчера, сколько ты сегодня тратишь, да? Ты особо ничего не скроешь. Кто будет мне писать о том, что во всем мире так, инфляция из-за войны, бла-бла-бла. Нет, алло, стоп. У нас эта история началась в ноябре месяце. И это была реформа экономическая при партии правящей, понимаете? У нас это началось не как во всем мире. Сейчас вот это все плюсовывается тоже, что во всем мире подорожание происходит. Но наслаивается это на то, что началось в ноябре месяце здесь, в самой стране, в Турции. Вот это экономическая реформа, отход от всего типа иностранного, переход, как сказать, утвердевание, если так можно есть такое слово, своей валюты лиры. И в связи с этим на данный момент литр бензина стоит 27 турецких лир. Куда-то съездить, особенно если у вас... Многие люди перепродают сейчас машины. Вообще, в принципе, машину купить трудно, а не по евро цене, естественно, на прайс в евро. Трудно почему? Потому что в Германии стоял завод с чипами, ну компьютер, короче, в машине, да, который был дефицит этих чипов, их производство, потом война. В ковид они простояли, потом закрылись. В общем, был большой простой вот этих чипов изготовления новых именно, про новые машины. Эта проблема была. Определенные марки, которые используют чипы. Это немецкие машины Volkswagen, BMW, господи, даже Hyundai, вроде они там что-то собирают. Hyundai даже, у меня просто сетка покупает машину, я в курсе, да. Это тоже она не могла купить именно новую заводу. То есть, короче, простой вот этот идет. Турки покупают в основном новые машины, мало покупают подержанную, потому что они быстро обесцениваются. Сейчас очень многие, у кого большой объем двигателя, бензиновые такие машины, которые много тратили горючего, их перепродают и покупают себе подешевле, поэкономичнее, поменьше объем двигателя и так далее. То есть люди даже от этого стараются, скажем так, от таких трат отойти, потому что содержать машину очень стало дорого, именно бензин очень. Естественно, у нас дорожает транспорт, проезд, это все само собой идет друг за дружкой. Из хорошего, что могу сказать, Турция своей стороны отменила ПЦР-тесты на въезд в страну. То есть при прилете в Турцию вам ПЦР-тест давать, Турция его не требует, не нужно. Для очень многих это все облегчает и также для туристов. Вообще официально все корону мы забыли, Италия отмена, короче, корона у нас уже нет. ПЦР тоже не нужны, не для передвижения, все, короче, историю короны закрыли, маски не обязательны. Люди иногда где-то кто-то носят в транспорте, в общественных каких-то местах. Я иногда встречаю именно в закрытых помещениях. Но если кто-то скажет, типа, я три, я буду оденеть маску, уважайте меня, социальная дистанция, все, это отменено, это не работает. В общественном транспорте тоже какое-то еще время люди одевали, а сейчас уже так, чисто вот единицы, кто за себя, типа, там, боится, те маски носят. Но просто, мне кажется, даже привыкли, вот некий страх выработался и так далее. То есть дело какой-то привычки из страхов индивидуальных, человеческих. Но насчет ПЦРа, как вот, например, из России, даже я читала в интернете комментарии на эту тему, когда ПЦР официально отменили, что, мол, посмотрим, как у нас будет в аэропортах. Они захотят тоже, если идти в Турцию, вдруг тоже на самолет пускать не будут. Тут, типа, повод заработать денег остается, хороший с этими тестами. Пока не знаю, у меня еще никто из знакомых не летел. Но на прилет в страну, например, в России, по ПЦРам все то же самое, там, в течение трех дней надо сдавать, но на приезд в Турцию ПЦРы сейчас уже отменили. Ну, давайте к социально-политическому перейдем. На 21 сентября отложили суд против мэра Стамбула. Я вам до этого видео рассказывала, на него пытаются возбудить дело по поводу оскорбления публичного избирательной комиссии. Я вам рассказывала тоже об этом, о том, что на него сейчас пытаются максимально искать какой-то компромат, потому что на грядущих через год выборах президента это очень такой яркий оппозиционный кандидат, хотя он не выдвинут еще и вообще он заявлял, что, типа, выдвигаться не будут. Ну, это самый, короче, главный конкурент за позиции для президента. Не на него пытаются завести хоть что-то, так что рассмотрение его дела отправили до конца сентября, 20-х чисел. Всю эту историю отложили. Очень сильно начинается, как сказать, замечаться противостояние оппозиции и правящей партии, религиозных моментов, правослова, голоса, журналистики и так далее. Если кто-то скажет, да, это то же самое, чего спроси, нет, еще это здесь, поверьте, это еще не то же самое. Мне кажется, сейчас на том пороге, если в течение следующего года очень многое изменится и воздух перекроется, тогда это станет тем же самым, пока что существует настоящая здесь оппозиция. Эрдоан выдвинул себя официально на роль президента на выборах, то есть он будет участвовать в политической борьбе в выборах. Ну, кто бы не сомневался, что такое будет. То есть к тому, что преемника нет, все думали, может, он потихонечку отойдет, подойдет какой-то преемник, плацдарм себя подготовит. Нет, все, он дальше в бой идет. И что интересное здесь произошло, у нас же организовалась здесь коалиция оппозиции, шесть партий объединились. Это, кстати, единственное, назовем так, лекарство, которое было выведено после последних выборов. Почему столько раз получалось Эрдоану переизбираться? Потому что у него вроде бы как и не большинство, 50%, там плюс-минус несколько процентов в стране его выбирают, поддерживают, а 50% нет, это очень большая масса, критическая даже. Потому что оппозиция раздроблена, у них очень мало процентов, при выборах они рассеиваются, смазываются. Если бы, об этом вообще сразу говорили, как только выборы прошлые были, о том, что единственная попытка, возможность сменить партию, правящую власть в стране, это объединение оппозиции в коалиции, чтобы все вот эти 50%, которые против, на самом деле даже больше 50, их там типа 43, окей, а типа 57 против, объединить всю оппозицию, чтобы никто не выпадал, и тогда, да, это получится. И, наконец-то, это объединение произошло. Недавно объединились эти партии, на данный момент еще они не выбрали для своего лидера, который будет выдвигаться по планам этой коалиции, выиграть выборы грядущие президентские, а потом опять делать переиспрание, и уже среди оппозиционных этих партий делать перевыборы, чтобы там уже по-честному голосовали, кто за кого и как хочет. То есть, на самом деле, объединились против правящей партии Дагана в частности. То есть, это та же схема, которая планировалась парочку лет в Беларуси, получается, да, когда объединились, была коалиция, а потом планировали делать перевыборы. Еще два таких социальных момента. Это в городе Ски-Шахир. Женщины вышли в парк, занимались они йогой. Опять же, когда политическая история идет. Это было в субботу или в воскресенье, я не помню уже. В общем, это был выходной день. Там группа-то была, допустим, 7-8 человек до 10. Пришел охранник, охрана парка, обычный государственный парк открытый, ты можешь сидеть на травке, там, не знаю, шашлыки всякие жарят и так далее. Но девушки пришли и занимались йогой. То, что они, видите ли, морально-нравственно разлагают общество, в лосинах всяких, обтянутых, йогой тут своей какой-то, что-то изгибаются. В общем, короче, им запретили это занятие. Они снимали это все в Твиттер, в Инстаграм, видео полетели. Все, короче, в социальную общественность. Вот к тому, что у нас свобода слова тут подзакрывается. Так их мало было. А здесь она еще больше сдавливается. И это взорвалось. Потому что право, нет такого закона, понимаете. То, что происходит объединение религии и политики, сломизация общества. Есть радикально выступающие против, есть которые наоборот, советские люди, которые за то, чтобы была свобода вообще поведения, тем более йога. Господи, это спорт, это вообще за, это полезно и так далее. В общем, тот момент, эту историю прикрыли, да, девочек. Девочек разогнали, назовем так. Они повзмущались, постояли. Но в воскресенье на следующий день или там в понедельник уже, да, это были выходные, в понедельник, во многих городах Турции прошли протесты. Женщины выходили на йогу в парке, вот в такой специально там обтянутой одежде, в лосинах всяких. Ну, короче, на обычной нормальной спортивной одежде на самом деле. И занимались йогой. И это был просто марш женщин по всей стране. Не по всем прям уж тотально, но в крупных городах, назовем так. В крупных районах городов, в моем районе это тоже было. Численностью 100-200 человек примерно в парках собиралось женщин, которые поддержали тоже гражданок Турции в городе Иске-Шахери. Потом уже через несколько дней муниципалитет того района в Иске-Шахери уже типа не прям извинялись, ходили, что-то там видео уже в новостях снимали по парку, размусоливали, что вы не так нас поняли. Это просто общие правила поведения, которые на самом деле в законе такого нельзя запрещать. Это делать короче говоря, типа условно пошли на попятную, историю тут начали сдавать потихоньку. То есть таким образом, видите, протестное что-то идет, сразу откатать. Если бы промолчали, съели эту всю историю, в следующий раз бы гаечки еще сильнее закручивались. И еще прям скандал последнего выходного. У нас же сейчас время фестивалей, летние фестивали. Это открытые площадки в парках, просто строят специально сцены. У нас вообще тут фестиваль Белиулу идет в Стамбуле. Фестиваль культуры, короче. Это под Галатской башню. Стоит сцена, и там уже было классно, кстати. Вечером концерты происходят, всякие различные тематики, любой, либо виде музыки, искусства, театры, представления. И для детей, и для взрослых, во всем, что ты хочешь. Еще есть площадка в Ордакёй. Еще есть площадка в Долмабахче у входа там. В общем, короче, время лета пришло. Фестивали, музыка, наконец-то, дорвались. Все это очень культурно, в этой жизни ждали, потому что корона, три года, ничего. У этого не было, все было запрещено. Тут официально корону же отменили у нас. Все официально вот эти скопления массовые разрешены. И выступала Мелек Массо. Это певица такая, ну, довольно-таки популярная, средней руки. Не супер там звезда какая-то, не как Таркан, но и не супер неизвестный человек в стране. Она такая прям активистка, демократ, назовем так. И она со сцены, она высказывалась, пропаргивала историю с Йока и вся история. Короче, про свободу слова. Она небольшую триаду дала, что мы должны как бы не молчать. Ну, короче говоря, она высказалась, свое мнение высказала. И, как сказать, я даже не знаю, обсудила, да, нелестно, вот, нелестно высказалась о правящей партии о президенте, по сути. Потому что закрываются у нас рты, свободу слова и так далее. В общем, короче, начинают расти вот эти некие протестные моменты. И свободу любви, люди не молчат. И используют любую возможность публичную высказать свое мнение. Не призывая ни к чему, просто высказывать мнение. И, соответственно, после этого ее убрали из всех списков, где она была за Букино уже до конца лета. Ну, вот июнь-юль месяц выступления публичные вот в этих фестивалях во всех. Ей закрыли дорогу фестиваля. У нее началась культура отмены. Кэнцелить ее начали именно по выступлениям. И тогда за нее вступились и слушатели, и люди, и оппозиция, и звезды поддерживали. И в твиттере твиты писали, хэштеги всякие ставили. И, знаете, эффект Барбары Стрейзона пошел. Она вообще еще больше популярности за неделю набрала. Они больше начали говорить. Каждые СМИ они сняли какой-то ролик. Хотя, я говорю, до этого это была певица средней руки. Но сейчас, в данный момент, Масо Мелек каждый гин знает. А, это та, о которой я говорила, да, и которую отменяли. Надо сходить к ней на концерт, будет поддержать. Вот что происходит, да. Короче говоря, сработало таким образом. Никаких, конечно, извиняй, перед ней там еще ничего этого не было. Но ее обратно включают в эти концерты. Люди начали, скажем так, высказывать свою фи. Вроде как у нее концерты эти возвращаются. И, типа, точнее сказали, а ее не устерли со всех афиш. Афиши там пытались перепечатать сначала. Она осталась в афишах. Типа, наверное, будет. То есть, короче, очень сильно зондируют почву, реакцию людей на это. И какие-то откаты происходят. Вот такие здесь новости Турции в данный момент, что здесь сейчас происходит. Ждем всех в гости. Приезжайте. Если кому-то нужно сделать документы здесь в Стамбуле, снять квартиру, либо приобрести помощь с документооборотом, риэлтор, поиск квартиры и так далее, напишите мне на почту. Я вас свяжу с нормальным, адекватным, англоговорящим, доверенным риэлтором, если вам кому-то это нужно. Если вам нужна моя консультация как психолога, то уже на почту пишите. Всем описьмо-консультация. Мы с вами свяжемся. Спасибо за внимание. Всем пока.